Теперь давайте разберемся, как мы можем начать работу с React Native. И для этого я нахожусь сейчас на официальном сайте Facebook GitHub IO React Native, где я могу нажать на кнопку Get Started. На этой странице немного ниже мы можем увидеть две вкладки Expo CLI Quickstart и React Native CLI Quickstart. Здесь, по сути, вы можете меня спросить, зачем нам нужен какой-то экспо, если мы сюда пришли учить React Native. То, наверное, логично выбрать вкладку React Native. Однако здесь следует пояснить про то, как вообще происходит процесс мобильной разработки. Потому что на самом деле это достаточно сложный процесс, особенно когда мы разрабатываем универсальные приложения, которые портируются впоследствии на iOS и на Android. Если мы идем с обычным React Native, то, по сути, нам придется сделать большое количество работ. Зачастую оно будет связано также с взаимодействием с нативными элементами внутри платформы. И, безусловно, мы можем пойти с чистым React Native, однако в рамках данного курса мы будем работать исключительно с Expo. Что такое Expo и почему мы будем с ним работать? По сути, если просто говорить, то Expo — это фреймворк над React Native. То есть это сторонний инструмент, который, по сути, оборачивает функционал React Native и предоставляет нам большое количество удобных фичей, которые вы можете использовать и которые существенно упростят вам разработку. И буквально в течение этого и следующего ролика я вам продемонстрирую, что нам позволяет делать Expo. То есть, по сути, используя данный инструмент, вы избавляетесь от большого количества рутинной работы и просто занимаетесь процессом разработки на JavaScript. Поэтому мы будем взаимодействовать с Expo исключительно. Здесь, по сути, написано, как мы можем начать работу с данным инструментом. То есть, как видите, здесь все очень просто. Мы изначально обращаемся к пакетному менеджеру NPM, устанавливаем глобальную Expo CLI, генерируем проект. То есть все, как обычно, с обычной CLI-системой. Но давайте для начала я перейду на официальный сайт Expo. Это expo.io. Здесь также присутствует большое количество описаний того, что это такое, как это работает. Ну и, по сути, здесь я могу нажать на кнопку «Также Get Started». Мы попадаем в пункт меню «Learn». И здесь описаны шаги, которые позволят нам начать работу с Expo. То есть, во-первых, мы можем попробовать онлайн-редактор, посмотреть, как это все вообще взаимодействует. Пока что мы не будем этого делать. Второй шаг. Нам необходимо установить Node.js. Это нам потребуется для прохождения данного курса. Поэтому здесь мы можем перейти по вкладке на официальный сайт Node.js.org. И здесь вы, по сути, просто берете и скачиваете current-версию. То есть, последнюю версию, которая доступна для Node.js. Здесь все очень просто. То есть, вы скачиваете архив, распаковываете его, и после этого у вас доступен Node.js плюс пакетный менеджер NPM. И после этого, когда пакетный менеджер NPM у вас доступен, перед этим я хочу оговориться, что если, допустим, вы давно не устанавливали Node.js, то переустановите ее для того, чтобы обновить версию. Потому что здесь нам потребуются одни из последних версий, особенно выше десятой, чтобы у вас все работало корректно на компьютере. И дальше, по сути, вы просто обращаетесь к терминалу и вставляете данную команду. То есть, выглядит это примерно следующим образом. Учитывая, что я нахожусь на macOS, то и мне потребуется использовать обычный терминал. Дальше я оставляю эту команду. И также мне потребуется здесь дописать sudo, чтобы дать права доступа, чтобы пакетный менеджер NPM смог установить это все в глобальную область видимости. Далее мы нажимаем Enter. Если вы, кстати, находитесь на Windows, то sudo вам написывать не нужно. И дальше происходит обычный процесс установки библиотеки. То есть, в конечном итоге CLI — это просто утилита или библиотека, которая будет у нас находиться в глобальном области видимости NPM. Ждем, пока все это установится. И дальше процесс создания проекта очень простой. То есть, после установки у нас будет доступна команда Expo в терминале. И далее, если мы обратимся к команде init и напишем название проекта, то мы сможем его сгенерировать. Этим мы с вами сейчас и займемся. После того, как все установилось, мы можем убедиться, что Expo у нас установлен теперь корректно, написав команду, допустим, Expo, минус-минус version. Если мы получаем какое-то значение, в моем случае это 3.7.1, возможно, у вас будет чуть выше версия, потому что Expo постоянно обновляется. В любом случае это означает, что все хорошо, и мы можем с этим продолжать. Далее, давайте я выберу какую-нибудь папку на компьютере, где я захочу инициализировать свой проект. Допустим, я перейду в папку documents, далее перейду в папку projects, ну и после этого смотрю на официальный сайт Expo, то есть мне нужно обратиться к Expo, вызвать команду init, ну и далее придумать название для своего проекта. Допустим, я назову его react-native, допустим, demo. Нажимаю Enter. Здесь у нас выскакивает небольшой wizard, где нам необходимо выбрать настройку для будущего проекта. То есть видно, что можно выбрать blank, это минимальное приложение с, в общем, максимально пустое, да, для того, чтобы стартовать. Можно выбрать TypeScript on, можно выбрать конфигурацию с табами, которые используют React Navigation. Пока что нам это не нужно, потому что React Navigation мы будем рассматривать позже в данном курсе, поэтому на текущем этапе я выбираю blank. Здесь нам необходимо написать название для будущего проекта, то есть здесь также уже присутствует параметр slack, и про то, что такое slack, и вообще, что это за параметры мы будем говорить в отдельном блоке про deploy и подготовку приложения. Пока что в качестве названия я могу написать, допустим, first react-native. Нажимаю Enter. После этого меня спрашивают, значит, у меня на компьютере был найден yarn, и хочу ли я его использовать вместо, допустим, npm. То есть yarn — это тот же самый npm, только от компании Facebook. Они немного отличаются, и в данном случае не сильно принципиально, что использовать, но я буду ходить и устанавливать все через npm, поэтому здесь я нажимаю N. Далее я просто жду, пока подготовятся все файлы для моего будущего приложения. npm скачает все необходимые зависимости, после этого мы сможем продолжить. После того, как установка завершилась, по сути, мы видим небольшую подсказку, что для того, чтобы запустить проект, нам достаточно перейти в папку react-native.demo, нажать команду npm start, и проект будет запущен. Поэтому давайте так и поступим. React-native.demo. И для начала я напишу команду действительно npm start, для того, чтобы посмотреть, а что в итоге у меня получится. И мы видим, что по умолчанию у нас открывается localhost, возможно, не очень обычный портей, это 19.002. И, по сути, сейчас мы видим небольшой лог, и это на самом деле дашборд expo, который он предоставляет. По сути, если посмотреть, что здесь вообще происходит, то тут присутствуют различные кнопки, например, такие как run on Android device или эмулятор, запустить на iOS, допустим, отправить ссылку по email, или запаблишить репозиторий. Пока что мы про это все не будем говорить, но какой вывод мы можем из этого сделать, что в этом дашборде мы можем запускать тот проект уже на различных девайсах. И более того, что интересно, мы здесь видим вот такой QR-код. Давайте в следующем ролике попробуем разобрать, зачем он нам нужен и что мы из этого можем сделать.